Здравствуйте, Татьяна. Спасибо огромное за представление. Пожалуйста, отреагируйте как-нибудь в чате или с помощью вот значка с огоньком. Слышно ли меня? Видно ли меня? Вижу, что слышно, видно. Хорошо. Давайте тогда начнем наш вебинар. Наш вебинар будет проходить в двух режимах. Сначала я расскажу про интеграцию университетской библиотеки онлайн в режиме презентации. Объясню, что это такое, зачем и с чем едят. Вот, соответственно, потом мы перейдем, прям непосредственно запустим реально действующую программу AfterVOOS и покажу, как можно получить доступ к изданиям университетской библиотеки онлайн из комплексной системы AfterVOOS. То есть для чего, зачем, что это, расскажу в начале вебинара. Вот, какие преимущества получает, для кого это. Вот, дальше мы перейдем уже непосредственно, попробуем поработать по самой программе. Здравствуйте, все участники. Еще раз, давайте я представлюсь еще раз, хотя Татьяна уже меня и представила. Тареев Денис Сергеевич, являюсь руководителем компании MT Group, компания, которая разрабатывает программу AfterVOOS. Вот, соответственно, мы находимся в Воронеже, в Российской Федерации, но работаем не только по России, но и по странам СНГ. Соответственно, давайте узнаем, я попробую вначале рассказать, что такое программа AfterVOOS вообще в целом, для чего, с чем это едят, для кого. Вот, единственное, прошу сначала, я не смотрел, кто здесь записался, пришел на вебинар, я прошу откликнуться, есть ли среди участников те, кто уже использует программу AfterVOOS, те, кто работают с этой программой или сталкивался, знают, что это за программа, поставьте плюсики или как-то ответьте в чате. Итак, что такое программа AfterVOOS? Данная программа, она предназначена для автоматизации деятельности образовательных организаций, как ДПО, программ ДПО, так и программ высшего образования. То есть это для образовательных организаций, в основном для ВУЗов, это институты, академии, университеты. AfterVOOS – это большой конструктор, в котором есть ряд модулей. В настоящее время AfterVOOS состоит из девяти модулей. Каждый модуль отвечает за свое направление, вот, то есть планы, это создание учебных планов, методические обеспечения, это создание методических материалов, контроль качества заполнения методических материалов, нагрузка, штаты, студент, приемная компания. Вот новый наш модуль сейчас выпускается, буквально уже ряд образовательных организаций его используют. Расписание, ну, это наша гордость, организация деятельности для конференций всевозможных, вот, и модуль системы. Но, однако, кроме этих модулей, ну, программа AfterVOOS, она не ограничивается только вот этим функционалом и этими модулями, внутри программы AfterVOOS есть еще ряд интеграционных решений. То есть наша программа, если вы используете нашу программу, вы сразу можете внутрь программы AfterVOOS завести и, например, систему обнаружения, текстового обнаружения заимствования антиплагиат, интегрировать с протоколом LDAP, интегрировать с форматом госинсп, те, кто составляет учебный план, наверное, знают, что это такое, интегрировать с системой дистанционного обучения Moodle для того, чтобы курсы автоматически создавались, результаты перегонялись из одного его сервера в другой. У нас есть интеграция с библиотечными системами, это университетская библиотека онлайн, конечно, вот, LAN, MegaPro, ряд других систем, вот. И еще вот наша большая гордость, то, что у нас открытый АПИ, то есть фактически то, что я перечислил, на этом не ограничивается возможности AfterVOOS, если у вас есть свои программисты, они могут сделать все, что угодно с нашей программой, то есть доработать новый модуль, создать новый отчет, интегрировать со своими внутренними информационными системами, все это можно сделать. Ну, сегодняшний наш вебинар, посвященный интеграции именно с университетской библиотекой онлайн, давайте я попробую рассказать, какие преимущества образовательная организация получит благодаря интеграции программы AfterVOOS с университетской библиотекой онлайн. Вообще интеграция прослеживается в трех модулях из девяти, можно увидеть эту интеграцию. Первое – это методическое обеспечение. Методическое обеспечение позволяет предоставить доступ всем пользователям, независимо, кто это, сотрудник образовательной организации, обучающийся из образовательной организации, к изданиям библиотечной системы. То есть есть формы поиска, есть возможность найти ту или иную литературу по автору, названию, части названия, по СБНу. Найти его, и не просто найти, а сразу непосредственно открыть из программы AfterVOOS. То же самое можно сделать и со всеми другими изданиями, из других библиотечных систем, с которыми мы интегрированы. Но, конечно же, интеграция с университетской библиотекой онлайн у нас очень интересно получилась. Вот сейчас, когда перейдем ко второй части вебинара, я покажу, как это работает. Вот. Кроме того, благодаря использованию интеграции есть возможность при подготовке рабочих программ, то есть методических материалов, принять участие, создать, вернее, рабочую программу и указать внутри этой рабочей программы издания, которые, например, предоставлен к ним доступ в университетской библиотеке онлайн. То есть эти издания уже, ссылки, уже описание появятся внутри рабочей программы. Останется только, например, сгенерировать эту рабочую программу или предоставить доступ к ней обучающимся. Это все делается внутри программы Авторвуз, не надо параллельно куда-то ее еще выкладывать. Если рабочая программа утверждена, соответственно, к ней получают доступ автоматически обучающийся. Дальше. Следующий модуль. Следующий модуль – модуль студент. Внутри этого модуля есть у нас функционал. Там огромное количество функционала, большие довольно-таки возможности. И печать дипломов, и электронные журналы, построение портфолио, и выстраивание рейтинга, и базовый документов, и так далее, управление обучающимся, перевод его из курса, с курса на курс, добавление какой-то информации о переименовании его, смене фамилии и так далее. То есть это именно работа, например, деканата, преподавателей, за которыми закреплены определенные дисциплины при, например, оценивании качества, вернее, успеваемости того или иного обучающегося. Так вот, внутри этого модуля у нас есть такой функционал, как электронный журнал. Электронный журнал позволяет создавать занятия. Если в расписании создано расписание, в модуле расписания создано расписание, то тогда эти занятия будут создаваться автоматически, если нет, то их можно добавлять вручную. И, соответственно, создавая такие занятия внутри электронного журнала, есть возможность указать, например, что требуется отправка файлов каких-нибудь работ обучающимся, оценить их работу, дать задание, изучить на определенное занятие что-то, какое-то задание, указать, кто проводит занятия, как проводят занятия и так далее, прикрепить какие-то тесты из системы дистанционного обучения Moodle, чтобы обучающийся мог пройти тестирование. Ну и кроме этого, указать, какие издания в университетской библиотеке онлайн, в этой библиотечной системе необходимо изучить каждому студенту, обучающемуся при подготовке именно к этому занятию. Вот, соответственно, обучающийся при этом, ему не надо будет, нажав кнопку «Открыть» это издание, не надо будет вводить свой логин, пароль, вспоминать от университетской библиотеки онлайн, искать его. Вот, программа сама поймет, что доступ для этого пользователя уже предоставлен, соответственно, откроет это издание для того, чтобы он, обучающийся или преподаватель, педагог, получили доступ к этому изданию. То есть здесь реализована так называемая вот эта вот технология, бесшовная интеграция, авторизация, вот, для того, чтобы пользователям было удобно получить доступ к изданию. Ну и третий модуль, в котором прослеживается интеграция с университетской библиотекой онлайн, это модуль систем, в котором, соответственно, и настраивается эта самая интеграция. То есть вся настройка предоставления прав определенным пользователям, лишение прав на доступ к библиотечной системе для других пользователей, это все настраивается в модуле системы, а в тех двух модулях, в методическом обеспечении, в модуле студент, к ним получают доступ уже непосредственные пользователи. То есть это студенты, курсанты, слушатели, обучающиеся, аспиранты, адъюнкты, все, кто обучаются, или педагоги, может быть, сотрудники, сотрудники деканатов, сотрудники образовательных организаций. Получается, что благодаря такой интеграции вы можете создать единое цифровое пространство внутри образовательной организации. Сейчас есть требования образовательных стандартов, которые требует каждую, каждая образовательная организация, которая преподает по определенным специальностям, направлениям, предоставлять доступ к электронной информационно-образовательной среде. Так вот, именно благодаря интеграции авторвуза и электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн доступ к ЭБС, он является уже законченным, полнофункциональным, потому что здесь и доступ к учебным планам, которые создаются внутри авторвуза, и доступ к рабочим программам, которые создаются внутри авторвуза, и доступ к возможности оценивания, взаимодействия между обучающимся и другими участниками образовательного процесса. Все это реализовано внутри авторвуза. И, соответственно, еще и доступ к библиотечным системам. То есть EOS позволяет предоставить доступ, вернее, авторвуз предоставляет доступ к EOS полнофункциональному, действительно удобному, вот. Но сразу скажу, что авторвуз, его не требуется устанавливать, нашу программу не требуется устанавливать на компьютеры пользователей, к ней можно получить доступ из любой точки планеты через любой браузер. Главное, чтобы был доступ к интернету, вот. И, соответственно, в любом браузере современном вы можете получить доступ к программе авторвуз, не требуя устанавливать что-то на компьютеры пользователей. Я так думаю, что это очень удобно и позволяет действительно выполнить требования образовательных стандартов. Мы разрабатывали этот интерфейс с точки зрения, прежде всего, удобства, чтобы пользователям было удобно, интуитивно понятно и удобно пользоваться этим интерфейсом. У нашей программы есть ряд сертификатов, она сертифицирована, так же, как и у нашей компании, мы внесены в реестр российского ПО, и вот недавно получили очень для нас дорогой сертификат на интеграционное решение с антиплагиатом, но, кроме этого, мы не стоим на месте, мы продолжаем развиваться и в разработке сейчас продолжение интеграции с библиотечными системами и автоматизированными интегрированными библиотечными системами. У нас в разработке будет сейчас интеграция с видеосервисами, с всевозможными, TrueConf, BigBlueButton, вот, Яндекс.Телемост, для того, чтобы... видеомост, для того, чтобы обеспечить доступ, возможность проводить, например, видеозанятия, обеспечить доступ к проведению видеоконференций, видеосовещаний внутри программы AfterWood. И, естественно, так как у нас открытый API, у нас в перспективе стоит одно из направлений нашего развития, это наполнение библиотеки плагинов. То есть если вы, уважаемые пользователи, уже те, кто пользуетесь программой AfterWood, что-то при помощи своих внутренних программистов сделали, улучшили как-то, новый разработали функционал, новую доработку для AfterWood, пожалуйста, вы можете поделиться через библиотеку плагинов со всеми образовательными организациями для того, чтобы они их использовали. В принципе, я теоретическую часть нашего вебинара более-менее закончил. На вопросы, позвольте, я вижу, что задали уже ряд вопросов на вкладке «Вопросы». Я отвечу чуть позже, когда закончу показывать реальную действующую программу AfterWood. Перед тем, как поперейти к демонстрации о программе AfterWood, я скажу, что наша компания может для любой образовательной организации развернуть демо-сервер, который бесплатен, полнофункционален, и вы можете уже сейчас попробовать поработать в программе AfterWood, то есть взять, получить доступ, посмотреть на программу, при том там будут все доступные модули. Вот. Ничего при этом устанавливать вам не надо, вы будете работать из браузера. Если есть желание, то тогда пишите на электронную почту, которая указана на экране, или звоните на телефон. Итак, следующее, к чему я хотел бы перейти, позвольте, я устрою сейчас демонстрацию экрана. Единственное, я, наверное, пока буду показывать экран, я отключу демонстрацию с веб-камеры. Поставьте, пожалуйста, плюсы, или нажмите на значок, если видно экран. Если мы, вы видите программу AfterWood. Так, есть, есть плюсы, хорошо. Давайте тогда я в таком случае пройдусь. Сейчас я авторизовался как администратор в программе AfterWood. Для чего это сделал? Для того, чтобы, вот, то есть я авторизован как администратор, для того, чтобы показать, как настраивается интеграция с университетской библиотекой онлайн в программе AfterWood. Вот интерфейс программы AfterWood. Главное меню есть возможность скрыть, но мы давайте пока что работать будем вот так, чтобы просто мне, если честно, то привычнее при скрытом, при скрытом главном меню работать, но для вас я его оставлю открытым для того, чтобы раскрытым таким, для того, чтобы показать все возможности. Итак, есть в сервисе пункт настройка, здесь есть пункт интеграция. Соответственно, при включении вот этого пункта университетской библиотеки онлайн мы вносим ряд полей, заполняем ряд полей, которые как раз проводят интеграцию, осуществляют интеграцию с сервером антипл... прошу прощения, университетской библиотеки онлайн. Сразу скажу, данные эти получаются, вы получаете, каждая образовательная организация, в технической поддержке компании Директ Медиа, разработчика университетской библиотеки онлайн. Кроме того, здесь же есть возможность настроить, кто будет иметь доступ к библиотечной системе, то есть в модуле методическое обеспечение есть возможность настроить библиотека просмотра. Кому вы запретите такое право, соответственно, он не будет иметь возможность получить доступ к библиотечной системе из программы AfterVus. Теперь, в принципе, я готов перейти уже непосредственно к программе AfterVus. Здесь вот параллельно в другом окне я авторизовался как пользователь, то есть вот Тарею ДС, но это уже учетка не администраторская, а именно пользователя. Я вижу, что у меня доступны здесь вот модули, оставшиеся, которым у меня предоставлен доступ в соответствии с настроенными правами администратором. То есть я вижу штаты, модуль, планы, методическое обеспечение, нагрузка, студент, расписание, организация деятельности, приемная компания. Есть еще ряд дополнительных пунктов, но мы сейчас не о них будем говорить. Давайте перейдем к модулю методическое обеспечение, раскроем модуль методическое обеспечение. Давайте немножко я сделаю, наверное, увеличу вот так даже. Вот, надеюсь, видно хорошо на экране. Итак, электронная библиотека. Есть пункт электронная библиотека, в котором есть поисковая строка. Здесь можно указать название издания, если вы знаете автора, ключевые слова из этого издания, или из БН. Программа проанализирует все издания, с которыми интегрирован автор ВУЗ в тех библиотечных системах, и, соответственно, выдаст результат для того, чтобы вы получили уже доступ к тому или иному изданию. Вот здесь вот сейчас у нас на тестовом сервере доступно 148 191 материал. Давайте попробуем указать какое-либо издание. Ну, давайте укажем... Вот я тестировал при подготовке к вебинару. Например, вот стилистика текста. Попробуем найти, есть ли такие издания, в которых есть слово стилистика текста. Нажимаем Enter, нажимаем найти. Вот, соответственно, нам нашло сразу три издания. Все эти три издания находятся в университетской ВБС, университетской библиотеке онлайн. Вот, ну, вот давайте можем указать еще, например, по-другому, например, давайте по автору, Brandes. Нажимаем найти или срабатывает Enter. Вот, и у нас уже видим, что изданий намного больше стало. Вот, то есть нашло все издания, в которых, например, в названии или в авторе встречается слово Brandes. Вот, соответственно, любое это издание... Давайте попробуем прямо это сделать. Можно нажать по этой ссылке, по названию, и видим, что у нас в новом окне происходит открытие сейчас этого издания. Мы видим, что у нас вот открылось это издание в университетской библиотеке онлайн. Здесь есть кнопка читать онлайн. Если мы ее нажимаем, соответственно, у нас уже мы переходим к самому изданию. Есть возможность его посмотреть, почитать. Вот, обращаю ваше внимание, я не вводил в университетской библиотеке онлайн никаких логинов, паролей. То есть программа сама, университетская библиотека онлайн, поняла, что к ней обращаются из программы AfterWood, из конкретно такой-то образовательной организации. Что этой образовательной организации предоставлен доступ к этому изданию, пожалуйста, вот открыли. Вот, если бы не было доступа к изданию, программа бы открыла издание в университетской библиотеке онлайн, но высветила сообщение, что доступ ограничен. Вот, здесь мы видим сразу несколько вот изданий. Так работает именно вот этот пункт электронной библиотеки. То есть здесь можно просто, не выходя из программы AfterWood, найти, создать все, что угодно, то, что касается изданий в библиотечных системах. Вот, материалы. Давайте попробуем посмотреть внутри этого же модуля. У нас есть... Какое бы вам интересно, ну, биомеханика. Давайте иностранный язык. Открыли. Программа понимает, в каком году какая дисциплина изучается, на какой кафедре. Преподаватель, если он принадлежит к определенной кафедре, он будет видеть только свою кафедру. У меня здесь настроены так права, что я вижу все кафедры. Ну, вот я главное меню, давайте, скрыл. Вот, теперь я открыл именно издание в иностранный язык, вернее, дисциплину иностранный язык в учебном плане правоохранительная деятельность 2018 год набора. Я вижу, что есть ряд уже рабочих программ, но можно создать, конечно, новую. Пожалуйста, есть методические материалы. Это все функционал. Здесь позволяет работать с рабочими программами, с методическими материалами по определенным дисциплинам. Ну, давайте вот зайдем в какую-либо рабочую программу. Давайте попробуем. Ну, первую попавшую я открыл рабочую программу. Не знаю, она заполнена, не заполнена. Немножко увеличение сделаю поменьше. Есть здесь вкладка обеспечения. Обеспечение при нажатии этой вкладки. Мы видим, что у нас есть доступ к таким разделам, как литература в ЭБС. Основная литература в ЭБС дополнительная. Рядом есть кнопка «Добавить». При нажатии на эту кнопку мы можем, например, ввести название дисциплины или что угодно там, название определенного автора. Вот, соответственно, мы имеем возможность найти... Ну, давайте опять укажем «Брандес». Прошу прощения. Вот я нашел все издания, в которых встречается это слово или в авторе, или в названии, в избеении и так далее. Соответственно, мы можем принять решение, что внутрь этой рабочей программы надо положить вот именно вот эти вот издания, эти книги. Вот нажимаем кнопку «Добавить». Мы видим, что они оказались в разделе «Литература в ЭБС» основная. То же самое можно сделать при нажатии на кнопку «Добавить» в «Литературу в ЭБС» дополнительная. Но самое интересное, что если вы утвердите эту рабочую программу, то, ну, вернее, если даже не утвердите, вы всегда можете ее подготовить к печати, то есть уже распечатать по единому шаблону, то есть создать педагогу рабочую программу здесь намного проще. Вот. При этом программа вам проанализирует качество подготовки вашей рабочей программы, покажет всегда, что вы ошиблись, что вы, например, заполнили неверно. Вот. И самое интересное, когда вы утверждаете эту рабочую программу через кнопку «Утвердить рабочую программу», внутри здесь к этой рабочей программе получают автоматический доступ те обучающиеся, которые изучают эту дисциплину по своему учебному плану. Соответственно, они могут зайти, нажать кнопку «Открыть». Вот. У нас опять открывается в новом окне издание вот это в университетской библиотеке онлайн. Здесь уже можно перейти к чтению. Вот. То есть требования образовательного стандарта о предоставлении доступа к изданиям библиотечных систем, к рабочим программам. Все это реализуется сразу вот здесь, внутри автора вуза, вот, благодаря вот использованию такого функционала. Соответственно, если мы нажмем еще и подготовить к печати, вам будет сгенерирована эта рабочая программа по определенному шаблону, который настроен внутри вашей образовательной организации. Соответственно, при этом данные из этой рабочей программы могут использоваться еще и в других модулях, например, в расписании, в модуле студент и так далее. Вот. То есть у нас подход такой, что если данные один раз внесли, второй раз их уже не требуется вносить. Комплексный подход для комплексной автоматизации. Ну, кроме этого модуля, я говорил, еще это прослеживается в модуле студент. Давайте попробуем зайти в электронный журнал, открыть, ну, любую первопопавшуюся, например, вот эту группу R17. И мы видим здесь созданный ряд занятий, то есть вот расписание у нас есть какое-то, в котором указано, что, например, 2-го, 09-го, 2-го числа, 2-го сентября 2019-го здесь были вот такие занятия. В 3-го числа вот такие занятия и так далее. Все эти данные могут подгрузиться из расписания, либо их можно через кнопку добавить, вот через эту кнопку создать вручную. Но давайте попробуем создать занятие на, давайте, вот на субботу, 7-е число, не будем использовать то, что мы создавали ранее, а нажмем кнопку добавить. Здесь необходимо заполнить определенные поля, по какой дисциплине, какой это вид занятия, за что выставляются, будут выставляться оценки. Можно на одном занятии сразу несколько оценок выставлять за разные виды. Кто является преподавателем, ну, скажем, первопопавшегося преподавателя, например, Trump LB. Вот, можно несколько преподавателей. Тематический план, если он уже создан в модуле методическое обеспечение, там, где вот мы создавали рабочую программу, то здесь он будет подгружен автоматически. Вот, и самое интересное, это литература в ЭБС. Здесь же можно указать какое-то задание, например. Вот, соответственно, нажав кнопку добавить, здесь есть возможность. Давайте опять стилистику нашу любимую наберем найти. Ну, вот, очень много изданий, в которых, нашло очень много изданий, в которых есть слово стилистика. Вот, соответственно, вот вы выбираете, какие издания должны попасть внутрь этого занятия. То есть вы говорите, что, пожалуйста, уважаемые обучающиеся, изучите вот эти издания при подготовке к этому, эти книги при подготовке к этому занятию. Здесь есть еще ряд других настройок. Вот, на них мы сейчас останавливаться не будем. Вот, но то, что преподаватель может указать. Соответственно, когда мы нажимаем кнопку создать, у нас сейчас что произошло? У нас создалось занятие, в котором мы видим, что преподаватель является Трамп Лариса Борисовна. У обучающегося он тоже увидит, что он должен присутствовать на таком-то занятии, он должен изучить вот это, и к этому занятию он должен изучить вот еще и вот эти вот, например, издания. Он может нажать кнопку открыть, в новом окне открывается это издание в библиотечной системе. То есть уже он может начать читать его, просто нажать кнопку читать. То есть здесь же, кстати, можно выставить оценку за это занятие. Вот, то есть, например, укажем, что Иванов получил 2. Ну, вот так вот Петров болел, а вот Петров еще какой-то ПП получил 5. Есть возможность пересдачи, исправления и так далее. Функционал здесь довольно-таки широкий, вот, большой, и, соответственно, мы сейчас остановимся только на интеграции с библиотечной системой. В принципе, весь функционал интеграции мы показали. Еще остановлюсь на том, что мы не стоим на месте. И сейчас, например, вот буквально на той неделе, на прошлой неделе, были в Москве, в одном из московских университетов, которые используют нашу программу, и с заведующей библиотекой этого университета обсуждали очень интересную доработку модуля методическое обеспечение для того, чтобы библиотекари могли качественно проверять издания, которые педагоги указывают в своих рабочих программах. Могли, например, блокировать что-то, могли что-то указывать, что нет доступа к такому-то изданию и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, еще и обсуждали интересную логику. Пока что этого нет. Мы сейчас только обсуждаем, продумываем, как это реализовать, но в одной из следующих версий в ближайшее время это появится. Спасибо огромное Татьяне Юрьевне, заведующей библиотекой того самого московского университета МВД, в котором мы были, вот за эти интересные идеи, за то, что она, являясь заведующей библиотекой, продумывает еще и как развить систему автоматизации образовательного процесса, авторвуз. Вот, надеюсь, что Татьяна Юрьевна на этом вебинаре и, соответственно, обещаем, что мы обязательно сделаем то, что вы попросили. Вот, в принципе, то, что касается интеграции, все. Все. Позвольте, я, наверное, сейчас прекращу доступ к показу демонстрации экрана, но зато отвечу на вопросы, готов выслушать еще вопросы. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Итак, вопросы. Можно ли программы вебинаров отправить на электронную почту? Вы имеете в виду расписание с анонсами предстоящих вебинаров? Ну, этот вопрос не касается авторвуз. Соответственно, этот вопрос больше к Директ Академии. Вот, спасибо. Это очень наши интересные партнеры, которые периодически нам и подбрасывают интересные идеи, как нам развивать программу в плане интеграции, в плане предоставления доступа. Для вас, уважаемые участники вебинара, для того, чтобы делать вашу работу, вашу функционирование внутри образовательной организации проще, удобнее, полезнее. Вот, спасибо огромной компании Директ Академии. Интеграция с электронным каталогом осуществляется так же, как с ЭБС. Смотрите, Елена, если вы имеете в виду внутренний, так называемый AIBS, то есть это интеграция с библиотечной системой, которая используется внутри образовательной организации для автоматизации внутренней библиотеки, то есть с библиотечными системами. Здесь есть два пути. Во-первых, первое – это мы интегрированы с AIBS Mega Pro. Пока что только они нам подтвердили свое желание с нами интегрироваться, и это уже реализовано. Разработчики Data Express нам предоставили все данные, мы с ними интегрировались. Есть возможность интегрировать внутрь авторвуза внутреннюю библиотеку образовательной организации, если она у вас автоматизирована при помощи Mega Pro. С другими автоматизированными, интегрированными библиотечными системами с AIBS мы не интегрировались, потому что они нам не, разработчики, не дали согласия на такую интеграцию. Пока они не дадут согласия, мы не можем с ними интегрироваться. Если же есть второй вариант, у нас открытый API и подробно описано, как интегрировать нашу систему, в том числе с библиотечной системой, вашей внутренней. Но это должны тогда уже делать не мы, а вы, потому что если это делаем мы, то это будет доступно всем без согласия разработчиков, мы нарушаем авторское право. Вы же уже приобрели, например, какую-то библиотечную внутреннюю систему, при помощи которой автоматизировали деятельность внутренней библиотеки, образовательной организации. Вы можете, пожалуйста, все, что угодно сделать, в том числе и интегрировать с вашей библиотечной системой, но для этого требуется, чтобы у вас внутри образовательной организации был свой разработчик, свой программист, который знает, что такое язык PHP. У нас очень подробно описана эта интеграция, она открытая, и ваш любой программист сумеет это сделать. Стоимость программы. По поводу стоимости, мы стоимость не скрываем. У нас на сайте есть стоимость программы Авторвуз. У нас на сайте есть калькулятор, который позволяет вообще рассчитать стоимость программы Авторвуз. Сама интеграция с университетской библиотекой онлайн, она бесплатная. То есть, если у вас есть доступ к университетской библиотеке онлайн, вы купили Авторвуз, вы можете их, пожалуйста, интегрировать. Это абсолютно бесплатно. Это просто вот приложение к программе Авторвуз. Да, вот спасибо большое, Гладкова Марина сбросила ссылку на наши цены. Посмотрите, там калькулятор, программа модульная, вы можете выбрать отдельные модули для того, чтобы вот купить именно вот это, а вот то мне не надо. Вот, соответственно, можете посмотреть и применять. В принципе, если вопросов нет, так, есть что-то, стоимость программы. Да, стоимость я уже ответил. Вот по поводу программы Авторвуз. Если вопросов больше нет, то тогда в таком случае спасибо огромное за всем участником, за этот Олег Курганский. Секретный ключ предоставляется технической поддержкой в университетской библиотеке онлайн. Вы пишете в техническую поддержку, вам отвечают, присылают интеграционные данные, вот, для интеграции. Вот, в принципе, это несложно, и, соответственно, абсолютно всем, я насколько знаю, отвечают очень быстро, потому что техническая поддержка в университетской библиотеке онлайн очень хорошо организована. Вот, соответственно, пишите запрос, вам ответят, вы их несете в интеграционные данные в модуль системы. Техническая поддержка ЭБС. У нас нет секретных ключей, которые предоставляют доступ к изданиям библиотечной системы. Вот, это предоставляет доступ именно сама библиотечная система. Так, 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 так. Спасибо огромное, что за отзывы, что было интересно. Я надеюсь, что, да, напоминаю, что есть возможность получить демо-доступ, пожалуйста, на электронную почту или на телефон, звоните. Наши сотрудники вам предоставят буквально минут через 10 после звонка, минут через 20 максимум, у вас уже будет возможность потрогать, попробовать программу Авторвуз полнофункциональную. Спасибо большое за внимание, Татьяна.